У Казахстана новый кабинет министров. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны. За кадровыми перестановками наблюдает наш корреспондент Назар Ахмаров. Он на прямой связи со студией. Назар, здравствуйте. Сильно ли изменился состав правительства? Здравствуйте, Арман. Состав правительства сохранен почти полностью. Свои посты сохранили 11 министров. Новых назначений два. Министерство юстиции теперь возглавил Марат Бекетаев, до этого работавший заместителем руководителя администрации президента. А министром обороны стал Сакен Жасузаков, кадровый военный, ветеран Афганистана. В Казахстане с сегодняшнего дня и новый председатель Центра избиркома. Им стал Берек Имашев, экс-министр юстиции. Кстати, в Кабмине ликвидировано одно ведомство и образовано другое. Реорганизовано в агентство Министерство по делам госслужбы. Новая структура теперь называется Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции. Руководить ею поручено Хайрату Кожемжарову. А появилось в правительстве Министерство по делам религии и гражданского общества. Возглавил его бывший секретарь Совбеза Нурлан Ермикбаев. Ключевые посты в Кабмине заняли Оскар Мамин и Иманголит Асмагамбетов. Оскар Мамин, ранее руководивший национальной компанией «Казахстан-Темиржала», стал первым замом главы правительства. Экс-министр обороны Иманголит Асмагамбетов, теперь заместитель премьера. Арман. Спасибо. Это был Назар Ахмаров из Астаны. Там стал известен новый состав правительства. Добавлю, что Дариган Зарбаева, бывший заместитель премьер-министра, назначена депутатом Сената Казахстана. Указ об этом опубликован на официальном сайте президента страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова